Фильм «Цепь замкнута» по определенным обстоятельствам не вышел, и мы решили провести такую беседу глубокую и попробовать компенсировать все. Да, основная цель фильма, отсюда и название «Цепь замкнута», личная беседа с каждым слушателем. Мы хотели попробовать, проэкспериментировать. Вообще, когда мы разговариваем, в этих разговорах у нас и рождаются все темы, все смыслы, нам всегда было интересно взять одного конкретного слушателя и поместить к нам в то место, где мы говорим, на кухне, чтобы он до конца проникся, чтобы действительно замкнулась цепь. И вот это видео, как эксперимент, как попытка разговора лично с каждым слушателем. Какие-то запутанные пути, как в этом «Лесо в стране чудес», а потом раз выходишь и небольшой городок, 18-й военный, из пяти домов. Там люди живут, а у нас все и происходило. Нужно просто представить, что мы с нашим слушателем, который сейчас стоит перед нами, давно знакомы уже, что мы старые добрые приятели. И нам не нужно здороваться, нам нужно знакомиться, рассказывать друг о друге, вводную часть какую-то делать. А мы сразу начнем говорить о том, что нас беспокоит. Сразу говорить то, что вырывается изнутри. Ну, хотелось бы сказать, что, наверное, самое первое, наверное, что беспокоит, это... Как вы, кто с самого начала идет с нами, могли бы проследить постепенно, по мере нашего пути, все росло, росло количество посещений на концертах. Все больше и больше людей, все больше и больше сообщений в личке. И это уже стало таким масштабным явлением, которое нельзя не заметить. И, естественно, вместе с этим появилось мнение, появилась критика. Многих отпугивает вся эта война, все это сопротивление. И так далее. Мы, естественно, сами через это прошли, прежде чем о чем-то говорить и что-то заявлять. Ну, и нас как бы обвиняют в том, что... Такой вопрос звучит часто, звучал. Кто вы такие? Ну, кто вы такие, чтобы прийти, выйти, встать на трибуны и начать говорить? С чего вы решили, что вы можете говорить об этом вообще? И с чего вы решили, кто дал вам право об этом говорить? Вы пишете в своих песнях, в которых даете какие-то расклады, какие-то действия, какие-то формулы. И кто вам дал на это право? Ну, а тут, мне кажется, что это наоборот, надо задавать вопрос, кто тебе дал право об этом не говорить, когда в стране такая ситуация происходит. Мне кажется, имеет место быть у сегодняшнего человека отсутствие ответственности, ощущение ответственности за свою жизнь и за жизнь окружающих. Может быть, это даже свойственно нам, может быть, это в менталитете в нашем прописании. Но есть такое чувство, что человек ждет всегда от кого-то и от чего-то изменения в своей жизни. И как будто ответственность лежит где-то на батюшке-царе, так сказать. Мне кажется, наверное, одна из самых важных формул, которую надо осознать, ну, самое главное, она основополагающая. И когда в нашу жизнь она пришла впервые, вот это вот осознание, что все зависит только от нас, то это очень сильно поменяло взгляд на вещи. Становится намного легче, когда ты осознаешь, что все зависит только от тебя. Твой завтрашний день зависит только от тебя. То, каким ты будешь, зависит только от тебя. Человеку, который реально желает и хочет чего-то добиться, нет никаких преград. Ты чувствуешь себя? Как тебе сейчас? Ой, классность. Я чувствую голос. Вот вы, как видели, в Москве был посажен. Вчера в Питере он был посажен окончательно. Но настроение после концерта было такое, что хотелось выйти на сцену и еще раз прогнать всю ту же самую программу, несмотря на севший голос. Было очень горячо, люди поддерживали. Было очень круто. Как это понимать? Что значит, что все зависит от тебя только? Попробуем разобрать глубинно. Посмотрим места симптомов, на которые указывают. Например, образование. Уровень образования у нас, говорят, в стране очень плохой. Но когда ты смотришь конкретно на себя и на объект, на свое дело, в данном случае на образование, между вами ничего нет, между вами не стоит злой президент, между вами не стоят масоны и так далее. Есть ты, есть учебник. При этом, даже не то, что между вами ничего не стоит, при этом тебе даже помогает все это. У тебя есть преподаватели, у тебя есть библиотека, у тебя есть книги. Интернет сегодня это вообще все. Между тобой и твоим желанием обучиться никто никогда тебе не помешает. Ты научишься всему, чему только захочешь, приобретешь любые навыки. Станешь тем, кем захочешь. То есть в этом плане вообще никаких ограничений нет. Так же в любой профессии. Будь ты кем угодно, любая совершенно профессия. Есть ты, есть твоя профессия, никто тебе не мешает становиться самым лучшим в ней. Мы просто хотим поставить акцент на каждом из ваших действий. Мы считаем, что ваш поход на работу, на любимую работу, должен ассоциироваться с героизмом. Ты идешь, отдаешь себя полностью. Ты нужен, ты полезен, ты тратишь себя. Именно так нужно заточить себя, быть постоянно полезным. И своим примером мы хотим показать, что не нужно сдаваться ни при каких условиях. Мы к вам приезжаем уже на протяжении трех лет. И мы, можно сказать, почитаем одни и те же песни. Но мы понимаем, что это нужно для сервиса каждого. Это делает очередной шаг. Мы в это тратимся. И хотим, чтобы, уходя отсюда, вы тратились туда, куда настроено ваше сердце. Будьте полезными, друзья. Будьте больше, чем просто живыми. К слову, об ответственности за свою жизнь. Ты, если жизнь сравнить с кораблем, то ты капитан этого корабля. И все, что происходит вокруг, это море. Мир, это море огромное. И мир пытается влиять на корабль. Шторм или штиль наоборот. И ты им управляешь. Когда на капитана произведется какое-то влияние, когда подойдет кто-либо к капитану корабля и скажет, надо ехать туда. Капитан примет решение и поедет. Когда корабль разобьется, кого будут винить? Капитана или того, кто подошел к капитану и сказал, куда ехать? Винить, естественно, будут капитана, потому что основное решение принимает капитан. И в своей жизни основное решение принимаешь ты. Ты можешь кого-то слушать. Ты можешь читать какие-то книги. Ты можешь с кем-то соглашаться или не соглашаться. Ты можешь смотреть на что-то, анализировать, принимать или не принимать какие-то формулы. Но конкретное решение, куда тебе идти и как тебе идти, принимаешь ты лично, один ты. В этот момент, когда ты принял на себя ответственность за свою жизнь, ты стал независим. Очень классно. Только пусто теперь. С друзьями попрощались, развернулись и пошли. Теперь мы будем дальше двигаться в строю. Еще впереди примерно 10 городов получается. Значит, 15. До Нового года. 12 городов, да. И мы втроем будем. А когда все это заканчивается? Еще на 15 декабря. Ну мы заезжаем в Омск 22 ноября. Ну мы уже пару раз заезжаем в Омск. На три дня заезжаем в Омск, дальше едем. И в начале декабря на три дня в Омск заезжаем. И дальше едем. Почему борьба? Почему война? Почему это постоянная вещь? Почему вот эти постоянные понятия у нас проскальзывают? Даже не проскальзывают, а на них все строится. На понятиях войны и борьбы. Я здесь тоже не вижу ничего неестественного. Это совершенно здоровая защитная реакция. Да, это борьба. То есть, когда пропагандируют, пропихивают наркотики, секс, разврат, это, как сказать-то, не считается чем-то таким воинственным. Это как-то нормально пропихивается. Когда мы от этого защищаемся, это уже считается воинственным, таким грубым призывами к борьбе, к войне. Эта агрессия пошла не с нашей стороны. Мы защищаемся. Есть такая фраза, которая, как нам кажется, заменяет, может заменить одна единственная фраза, все какие-то законы и заповеди. Эта фраза звучит, как «Не делай другим того, чего себе не желаешь». Точно так же она избитая, изъеденная. Избитая, изъеденная. Но она настолько глубокая и настолько правильная, что так же нам однажды пришлось ее просто взять и внедрить в свою жизнь. Просто перед каждым своим поступком ты представляешь, как этот же поступок делают тебе. Если ты хочешь соврать, то ты на автомате сразу же представляешь, как тебе врут. Если ты хочешь оскорбить, то ты на автомате представляешь, как оскорбляют тебя или твою мать. Абсолютно каждое действие переносишь на себя самого. Это как определенный внутренний фильтр, который тоже, вот первая, как можно сказать, формула, это взять на себя ответственность, а второй, вот этот внутренний фильтр, не делай другим того, чего себе не желаешь. Это звучит избито, звучит привычно. Я бы даже сказал, надоело. Но применить это в жизни, скажу по себе, это действительно многого стоит. Это та самая война внутренняя, о которой мы говорим. Действительно война, это с боем проходит. Действительно война, это с боем проходит. Действительно война, это с боем проходит в целом. Садитесь, молодые ребята, подпишитесь. Позвольте вас, что! Вот эти молодые ребята, которые брали у меня паспорт, где-то полтора года назад я случайно попал к ним домой, и паспорт был Дикой Сиэт. Ну это он только думает, что паспорт. На самом деле мы душу у него забрали. Как шансон. Паспорт за прикрытие. А в конце мы его ритуально съедим. Скажи, почему ты завтра не будешь диджеять? Че? Почему не будешь стоять за вертушками завтра? За что ты доказал? Могу я. Ну вот бы сюда и вот так не угодить. Ну завтра так, смотри. Я пойду. При этих раскладах революция как таковая теряет свой смысл. При революции свергают власть силовым методом, чтобы ввести какие-то новшества и изменения. Мы сейчас прекрасно видим и доказываем собственным примером, и не только собственным. Ребята вокруг доказывают, что внести изменения в нашу жизнь можно совершенно спокойно, не касаясь даже закона. Как-то. То есть о внутренних изменениях мы уже сказали тебе, здесь никто никогда не помешает. Режим тем более. Это изменения внешне. Ты собственную жизнь простраиваешь сам. Ты становишься тем, кем хочешь по профессии и так далее. Ты помогаешь, ты полезен, ты тратишься. А влияние сверху, снаружи, какая-то пропаганда. Есть прекрасные примеры в интернете. Ребята справляются с этим. Причем, подчеркну, без крови, без насилия и без нарушения закона. Это наш метод. Главное, наверное, здесь не идти на провокации. Сейчас очень многие хотят в России сделать действительно в физическом плане революцию. Большую, кровавую. И это многих заряжает. Многие на это ведутся. И нам кажется, что главная революция это революция внутри тебя. Никто не вливает в тебя насильно алкоголь, никто не вливает в тебя насильно что-то там с телевизора. Внутри себя ты делаешь революцию и жизнь вокруг меняется. Цепь замыкается, когда ты избираешь для себя определенный путь, осознаешь всю полезность и становишься полностью полезен и получаешь за это в ответ отдачу. То есть наша отдача заключалась в том, что мы сделали шаг навстречу миру и в ответ получили тысячи писем. И что написано в этих письмах очень трудно передать в нескольких словах. Так замыкается цепь и мы абсолютно убеждены, что чистый, искренний посыл всегда возвращается и усиливается. По-другому быть не может. Когда ты вкладываешь сердце, вкладываешь душу, твой внутренний индикатор всегда покажет тебе, для чего и зачем ты работаешь. Ты всегда понимаешь, когда ты делаешь это искренне, либо когда с какой-то корыстью. И в случае, когда ты делаешь это искренне, всегда возвращается тебе в гораздо большем объеме. Это точно такие же простые истины, избитые. Мы сегодня не сказали ничего нового. Нас, кстати, часто в этом тоже обвиняют. Я не знаю почему и за что. Да, это избитые истины, это всем известные, но это не значит, что они не заслуживают внимания. Есть много мнений, и все прогнозируют свой конец. Кто-то говорит, что вся ваша борьба, вся ваша идея, вы плохо кончите с этим. Кто-то наоборот говорит, что продолжайте, это самый светлый путь, и вы придете к самому светлому. Может быть, совершенно по-разному. Мы, конечно же, знаем, что итог может быть и плохим, но если бы нам предложили перемотать обратно время и сказали начать все заново, то мы, наверное, бы ничего не поменяли. Но это все как раз из-за эффекта замкнутой цепи. Если бы мы не получали ежедневно этот ответ в виде ваших сообщений, я думаю, вряд ли бы у нас были силы, вряд ли бы была та стойкость и тот настрой, который сейчас есть. Мы вдвоем пишем эти песни, но мы чувствуем всех. Чувствуем, что здесь вечером дома берешь листочек, читаешь текст под минус и автоматически смотришь на карту, которая висит сразу на соседней стенке и представляешь себе всю огромную страну, каждый город и каждый уголок, куда эта песня в итоге долетит. Хоть мы находимся на таком огромном расстоянии друг от друга, огромная страна от Владивостока до Калининграда, но мы чувствуем друг друга, мы чувствуем друг друга на концертах, мы чувствуем друг друга по отзывам, и эта цепь замыкается. И пока ты есть, пока ты меняешься, пока ты веришь в себя, пока ты тратишься, пока ты пытаешься и чувствуешь, где ты полезен, пока ты идешь над своим сердцем, все это время будем мы, будем писать все новые и новые песни, будем рядом с тобой. Каждый из вас, каждый из вас запишет себя в историю, каждый из вас личность, у каждого из вас есть своя дорога, а мы будем писать песни и сопровождать каждого из вас в ваших наушниках каждый день, пока будут силы. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»